Очень многие были сегодня подняты вопросы, но без обеспечения правопорядка и безопасности на территории Балаковского района в полном объеме, безусловно, будут большие сложности. Поэтому хотел бы, что в перспективе планируется по установке систем видеонаблюдения в рамках безопасного города. — Уважаемый Николай Иванович, здесь у нас вместе с ГУВД города и района ведется достаточно полномерная работа. На самом деле установка видеокамер по проекту «Безопасный город» идет, наверное, не с той интенсивности, как бы того хотелось, потому что мы понимаем, что одна видеокамера стоит с распознаванием лица очень больших средств. Но, тем не менее, мы задействуем и домохозяйство вместе с управляющими компаниями, разрабатываем сейчас проект с тем, чтобы эти видеоглазки на каждом доме и на каждом подъезде могли консолидироваться не только на диспетчерской, если так можно сказать, УВД, но и у нас на площадке гражданской обороны. Поэтому у нас взаимодействие по обеспечению правопорядка достаточно высокое. Но техническое обеспечение, конечно, надо усиливать. Я посмотрел сегодня, посмотрел. Конечно, не то, что по остаточному принципу. Практически система совершенно не работает и внимания вы совершенно не уделяете развитию «Безопасный город». Хотелось бы обратить внимание на это. Благодаря, опять же, поддержке Вячеслава Викторовича, соседей Володина Вячеслава Викторовича, соседей Вольский район, прекрасная система работает на сегодняшний день и дает уже колоссальный эффект. Уже шесть преступлений раскрыто буквально за один месяц, используя систему в виде наблюдения. Поэтому хотелось бы в этой части вашей поддержки. Спасибо. Да, мы этот проект видели и его для себя уже просчитываем для реализации на территории города Балаков. Хорошо. Поэтому просьба, о чем говорит Николай Иванович, это не говорит, что в этом году надо решить этот вопрос. Надо стремиться. Но поэтапность решения этого вопроса вы должны проект его изготовить и приступать поэтапно к реализации. Это требование времени, это не требование отдельно взятого руководителя, пусть оперативной системы, это требование времени, безопасный город, безопасный город. Поэтому давайте внедряться тоже в реализацию этого проекта. Продолжение следует...